Новым главой Приднестровья станет Евгений Шевчук. Сегодня Центр избирком непризнанной республики подвел итоги второго тура выборов. Шевчук набрал больше 70% голосов. Его соперник Анатолий Каминский, считавшийся фаворитом Кремля, чуть меньше 20%. В штабе Каминского, который ранее занимал пост председателя Верховного Совета Республики, уже официально признали поражение. Второй тур был назначен после голосования 11 декабря, в результате которого ни один из шести кандидатов не смог набрать необходимое число голосов. Но неожиданно для всех не прошел во второй тур бессменный лидер Приднестровья Игорь Смирнов. Исход выборов в непризнанной республике обсудим с нашей гостьей в студии Дождя, сопредседатель Координационного Совета Молодой Гвардии Единой России Алена Аршинова. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы поясним, что в прошлом вы лидер Приднестровской молодежной организации «Прорыв». Да, было. Поэтому, собственно, и будем обсуждать с вами эту тему. Пожалуйста, да. Скажите, вы за кого болели на этих выборах? Я болела за справедливость. Это кто? В первую очередь, кто я? Нет, это кто из них из-за... Во-первых, мне хотелось увидеть реальный процент, реальный результат. И в первую очередь, мое мнение было достаточно предвзятое, я сейчас понимаю, что это было предвзятое мнение, но я считала, что всеми правдами и неправдами, подкупами и всякими фальсификациями Игорь Смирнов будет вырывать победу у всех своих конкурентов. Чего он не сделал, за что его, наверное, можно уважать. Видимо, давление на Центр избирком не осуществлялось, видимо, фальсификаций также не было и так далее. И это реальная оценка народного доверия президенту. Но ведь прорыв поддерживал Смирнова достаточно долгое время. Прорыв, я не могу сказать, что достаточно яростно... До 2010 года. Ну, это вы не правы. Сразу вам скажу... Будет такая информация в интернете, вы поясните. Информации в интернете достаточно много, мы будем ее фильтровать с вами. Первое, я вам скажу, что когда была экономическая блокада, была она организована в 2006 году. И мне бы хотелось бы сказать, что на тот момент действительно нужна была консолидация всего преднестровского общества и нельзя было раскачивать лодку. Тогда были предприняты различные информационные блокады, экономические блокады. И на тот момент я не могла сказать, что были достойные конкуренты. Ну, сами посудите. Тогда, я помню, что выдвигался Смирнов, выдвигался Андрей Сафонов. Андрей Сафонов достаточно интересный, авторитетный человек в Приднестровье, но, конечно, он не располагает такой... На тот момент не располагал такой массовой поддержкой, как Игорь Смирнов. Время Игоря Смирнова прошло. Эпоха Игоря Смирнова ушла уже в прошлое. И я считаю, что ее не вернуть. Более того... Жестоковый к нему сейчас. Нет, я абсолютно серьезно могу говорить жестче, но я себя держу в руках. Я на тот момент, просто вам скажу, что на тот момент это было хладнокровное решение. И, естественно, я... Он вам не нравился как человек, но вы его поддерживали. Во-первых, на тот момент я вам скажу, что в Приднестровье уже была создана мной и моими единомышленниками политическая партия, которая сейчас носит название Народно-демократическая партия Прорыва. Правда, да. Ей никогда со стороны власти не оказывалась никакая поддержка. Как я, по-вашему, могу относиться к той власти, которая не то что поддержит, а еще и мешает? В тот момент, конечно, к Смирнову. Который, кроме того, вот даже сейчас вам приведу пример, уже успели подать иск против этой партии во время предвыборной гонки. Значит, подать иск о ликвидации этой партии. Потому что лидер этой партии, Дмитрий Сойн, уж слишком мешал. У него в Министерстве госбезопасности... При этом уже не любили. После этого начали развиваться события несколько иначе. Поскольку партия начала набирать рейтинг, поскольку, значит, мы, естественно, мы же были в одном информационном поле. И я была одним из самых узнаваемых лиц, скажем, в политике Приднестровья. И, естественно, рейтингом Смирнову пришлось делиться со мной, с моей организацией, с моей политической партией, что ему не нравилось. Поэтому он закрыл затем, уже после выборов, закрыл радиопрограмму, которая носила одноименное название «Прорыв». Пытались закрыть газету, которая называлась «Русский прорыв». И так далее. Я могу это долго перечислять. Ну, то есть пытались, но ничего все, в принципе, не сделали. Ну, потому что мы жестко противостояли. Я знаю, что такое быть оппозицией. Вы сказали очень странную фразу о том, что вот Смирнов совершенно вас не поддерживал. А почему он должен был вас поддерживать? Я вам сразу перевела с этой фразы о том, что он не поддерживал, о том, что мы делали многие, предлагали молодежные инициативы. Хотелось бы, чтобы нас поддерживать. Тем более, что мы были самой массовой молодежной организацией на тот момент. Гражданское общество всегда хочет, чтобы его слышали, чтобы его поддерживали. Если власть не слышит, это означает, что нужно... Если вы говорите, что вы одна из самых популярных фигур в Приднестровье, почему вы не благосервались в президенты? Нет, там, во-первых, мне-то зачем это нужно? И более того, есть более популярные. А ведь вы политик, наверное, должны хотеть этого. Но, вы знаете, в Приднестровье тоже есть конституция, в рамках которой с 35 лет нужно баллотироваться. Мне, видимо, я сегодня неважно выгляжу, 35 лет еще пока нет. Скажите, вы сказали, что вас не поддерживали власти Приднестровья, но вас ведь поддерживали российские власти всегда. Кого вас? Вашу партию. Ну, не скажите, не скажите. Ну, во-первых, Приднестровская партия никогда не поддерживалась. Есть партнерские отношения у обновления лидером, который сейчас является Каминский, а был экс-лидер Шевчук. И у них были партнерские отношения, сейчас обновления. Они всегда ведь выступали за то, чтобы Приднестровье было... В союзе с Россией. Да, и чтобы были отношения с Россией. В российский вектор развития, экономика, отношения с Россией. Ну, и так далее, и так далее. Ну, поэтому все-таки вас не могли не поддерживать определенные, по крайней мере, структуры российские, может быть... Назовите, мне интересно. Мы хотим, чтобы вы назвали. Ну, я же говорю, что на тот момент поддерживала молодая гвардия «Единой России», например, да, в которой я сейчас являюсь одним из лидеров тоже этой организации. Это официальная организация, в общем-то. Это официальная организация, да. Вот как раз молодой гвардии «Единой России», партнерские отношения, при мне были подписаны определенные соглашения, что мы друг друга будем поддерживать. Потому что нас не поддержать было нельзя, потому что у нас определенные намерения, определенные цели, задачи, мы стояли перед собой, и эти цели совпадали, вот, например, с этой организацией. То есть вы хотели убрать «Смирнова» и «Единая Россия» хотела убрать «Смирнова». Когда? Сейчас, сейчас, на выборах. Вот последние годы. Во-первых, «Единая Россия» никого не хотела убирать. И я вам скажу, что сейчас, например... Хорошо, Кремль, мифический. Ну, Кремль, это так абстрактно. Ну, тогда назовите имена. Я же не знаю, вот у вас есть информация, что кто-то хотел убрать «Смирнова». Ну, слушайте, когда заводятся дела на его сына, и он объявляется в розыск, наверное, о чем-то это говорит. Ну, это говорит о том, что есть основания, значит, что деньги, которые перечисляются на пенсионеров, пенсионная добавка, так называемая, если она не достигает там цели, если нет целевого расходования, вы будете возмущены, вы будете возмущаться и возбуждать уголовные дела? Ну, а почему-то не возмущались этим 20 лет? Почему 20 лет? Ну, это было, во-первых, недавно только добавлено. То есть до этого не разворовывались деньги? Тоже непонятно, куда девались. Поэтому, ну, по умолчанию, то есть есть определенное умолчание, действительно, Приднестровье сейчас является достаточно большим и крупным должником перед Россией за газ, но по умолчанию эти деньги все-таки расходовались в нуждах Приднестровской республики. Я вам сейчас скажу, вот, например, Евгений Шевчук сейчас победил, но у него очень незавидная судьба, честно вам скажу. А вот, кстати, интереснее, ваша... Да, а зато биография какая интересная. Биография интересная. Знакома с ситуацией? Вот что вы скажете по Шевчуке? Знакома. О Шевчуке? Шевчук очень интересный. Лидерские качества не буду брать на себя, такую ответственность обсуждать, но он достаточно напористый. Он будет идти медленно, но отступать он не будет. Куда идти? Что он и продемонстрировал. Вперед, к своей цели. А какая не цель? Он хотел стать президентом, он стал президентом. Он участвовал во многих международных площадках и позиционировал себя как один из лидеров Приднестровья, но все-таки он так и ковым и являлся. Он был спикером Верховного Совета, был лидером крупнейшей политической силы обновления, но к чему я веду? И крупнейшей экономической силы Шериф. Но он не являлся, нельзя быть лидером экономической силы Шериф. Во-вторых, у данной экономической структуры есть директора, и если вы назвали, вы, наверное, их знаете. Не знаю, насколько он был с ними аффилирован, тоже в интернете читала, но не могу вам дать никакого подтверждения. Ну вот, люди изнутри, люди из Приднестровья говорят, что практически безграничное влияние пользуется компания Шериф Приднестровья. Ну, это монополия. Это внутренняя монополия, действительно, у которых есть супермаркеты, бензозаправки. Да, там и крупный стадион, второй в Европе по величине и оснащенности и так далее, футбольная команда. Я могу это долго перечислять. А почему не завидует судьба Шукава говорить? Потому что только по официальным данным бюджет, дефицит бюджета Приднестровья 60%. На самом деле он около 80%. Более того, он очень много пообещал и очень большие, и слишком большие даже ожидания сейчас у людей, которые отдали реально свои голоса молодому человеку. Я вот напомню, еще буду вести линию дальше. Ему 43 года сейчас. Это в противовес Каминскому ему 63. То есть почему его предпочли? Он очень много обещал. Он обещал реформы в экономике, он обещал реформы в таможенном секторе, пограничном секторе и так далее, в гражданском обществе. Ему придется бороться с тоталитарными рудиментами, оставшимися после правления, я так назову, Игоря Смирнова. Потому что Игорь Смирнов вкроил под себя буквально республику. Поэтому ему слишком много придется делать. И в том числе разбираться с теми делами, которые и уголовные, в том числе и нападками на партии. Игорь Смирнов, Игорь Смирнов, как вы считаете? Вы знаете, я думаю, что вообще Евгений Шевчук, вы имеете в виду в Приднестровье? Да. Евгений Шевчук достаточно прагматичный политик. И он себя позиционирует как политика, приверженному не только, скажем так, он же декларирует российский вектор развития. Точно так же он в этом... Ну, учитывая, что у всех российские паспорта, наверное... Ну, да, это верно. Это верно. Какой еще может быть вектор? Не у всех, но у половины, да. Второе, что я хотела бы сказать, что здесь он говорит о чем? О том, что он поддерживает европейские ценности еще. Поэтому, естественно, ему нужно вести себя цивилизованно. Так что дела-то будут против Смирнова или нет? И он... Поэтому я сомневаюсь, что он будет прессовать, скажем так, на сленге своих политических оппонентов. Но, с другой стороны, я думаю, что ему не только вот нужно было сейчас добиться своей победы, но ему придется ее защищать. А молодая гвардия «Единой России» поддерживает Шевчука? Конечно, если он официально победил, если его население поддержало, почему нет? А Кабинского поддерживал, да? Я думаю, что наверняка у него нет своей политической силы, у него есть свое общественно-политическое движение, он назвал его «Возрождение». И если у него будет молодежное крыло, я думаю, что мы обязательно будем общаться. А то, что вы говорите, что Кремль хорошо вникает в политику на постсоветском пространстве, это правильно, я считаю. Потому что, во-первых, Приднестровье себя провозглашает осколком Советского Союза и привержено российскому вектору развития. А второе, я бы хотела сказать, что проигрыш Каминского – это всего лишь проигрыш политической фигуры. Москва будет работать с любым, кто выиграет. Спасибо. С нами в студии была Алена Аршинова, сопредседатель Координационного совета молодой гвардии «Единой России». Прямо сейчас.